И в самом центре этого павильона висела Тоданая, а уже все Тимоны Элизы, Ники-Серва Фаракисики, они были по периметру, как бы наша глистерская, как бы, Эрмитажная королева. Это был проект Рак Сердца, потому что был такой автор Влад Королевич, в 20-х годах, который писал про звездки нового кино. Я когда иду к Баевскому проспекту, встречаю очередной раз, он такой немножко безумный был во время Сергея Курехина, который любил читать, он покупал старинные всякие книжки. И тут у него какая-то книжка, Влад Королевич, автор, посвящена, там актеры у него в кино, и там одна из статей называлась Рак Сердца, точнее полная назвать, там какая-то микромома какая-то, не помню. Это очень резко и редкое заболевание, в общем, я открываю прием вот эту старинницу, где именно эта голова. И там Влад Королевич описывает переигрывание актеров ему в кино, что они так изображают сильно страсти, что можно подумать, что у них Рак Сердца. И вы представляете, что случилось? Буквально через месяц после этого он заигрался в политику, они там с Дугиным таким деятелем и еще некими товарищами. Они решили на сцене Декадин Совета во время в эпоху механики воссоздать сатанинские обряды из реальных, настоящих книг 15-го, 16-го века с черчением пентаграмм, с имитацией четвердования людей. И за три месяца он сгорел от этого рака сердца. За три месяца. Но забавно было, что я прочел об этом заболевании за месяц, то как это с ним случилось, когда мне просто подарил эту книжку Влада Королевича, а потом использовал этот псевдоним в своей выставке в Русском музее. В последнее время через год после этого Русский музей попросил, говорит, сделаться и власть к мутерскому. Я говорю, ну что же предоставилось для русского музея? Конечно же, русские вопросы, но набраживать, чтобы долго так не думать. И я сейчас покажу вам. Она висела какое-то время в Третьяковке, нет, не в Третьяковке, а в Третьяковке висели прекрасные вот эти патреты. И Монроа, и Гитлера. А это висела у Третьяков, у Третьяков, постоянной экспозиции. Русские вопросы. Русские вопросы. Но это очень смешно даже было. В Третьяковке была выставка «Русский поп-арк» в Новой Третьяковке. И там одна одновременно шла с выставкой Энди Орхола. И для выставки «Русский поп-арк» мы сделали такое, как по-разному антигеропедию сделали, как бы, на озерах, но только тупо гуашью на лице. То же самое, что при приёме разных графических изощрений сделано на бумаге. И вот здесь просто видно, что тупо гуашью на лице сделано вот это. А выставку про Энди Орхола самого, и Русский жировала вот эта работа. Я на лице Третьяковой гуашью нарисовал его портрет Монроа. Видишь, у меня закрыты зубы, сжаты губы, но нарисованы поверх губ, чтобы соответствовало картинке. Потому что, оказывается, возникли родственники Мерлин Монро, которые 14 дней не забирали ее тело из морга Лос-Анджелесского, потому что у нее было 2 миллиона долгов, она ничего не оставила, ее никто не хотел забирать. Пока не растут, они не догадались, что может сделать шоу. И тут они только все возникли. И сейчас ты не имеешь права даже работу Энди Уорхола, например, если ты в плане общественного какого-то пространства, например, плакаты сдать или открытку, не заплатив этим клубу родственников Мерлин Монро, что они требуют какие-то колоссальные деньги. И мне тогда Андрей Ерофей попросил, а так мы всех обманем. Давай сделаем вот такую залепуху, а-ля как будто бы издалека. А так и выглядело, шпохоже, потому что это была большая наружная реклама по всей Москве. И мы таким образом обманули этих вот родственников. Вот такая фотография. Это я в образе Достоевского базеля. Мы снимали большую выступку для Батонского кунст-хада. И последний день съемок, я уже совершенно устал. А я жил там, есть такая гостница, в Реннерс, в арках отеля. Там в основном такие пенсионеры, накачалки такие, вот эти качают. Меня с утра загримировывают, я в этом все ртуки, выхожу, например, к лифту, а там сидит такая бабуля. И думает, ага, а ты, как мой дедонат. Глаз горит, как у меня. Конечно, у меня башки. И вот это еще последний день, я уже штер, я уже, о, бабки зажали. Да, то есть, для пенсии было двором Базель, а тогда еще нельзя было, да, это не было едином шенгенский прогресс. Это было, делать новую визу, чтобы попасть. Ну, мы просто позвонили в Базельский музей, этот кунст-балла, сказали, что сейчас приедем на съемки, все равно мы сразу ездим. Говорят, окей, уговорили на таможне. А таможня приняти меня за Бен-Ладена. Когда мы помещали, ну, вот эти дураки, вот эти, горишники. У меня борода была, и что-то было холодно, я на какую-то тряпку набросил. Но, тем не менее, позвонили в музей, все раз-раз разрешили, и мы отсняли. У меня это был последний, вообще, страшный, страшный день. И не знаю, просто, наверное, такие вещи могут быть интересные рассказать, потому что все равно может быть очень интересно. Это когда вдруг что-то такое вмешивается в твою жизнь, нечто такое, что ты мог бы, как будто бы ты видел заранее, и если бы ты мог бы прочесть это правильно, и рассказать, предупредить, то это могло бы не произойти. Я не знаю, но, тем не менее, такая вот картина. Я, мне заливают в глаза глицерин, чтобы я плакал, потому что, по многим описаниям, Достоевский приходил в этот музей и плакал у этой картины, что его такое мнение было, что, глядя на эту картину, ты теряешь веру в креста. И он плакал, 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 мне задевают этот глицерин. У меня уже в кругах, знаешь, это вот этих глицеринов, много уже этих обонаженных телах креста, но мужик лежит в белых плаках, в целом, с резанными ранами. Ну, это нечто формальное, что можно, как-то можно обрисовать. И у меня ночью вылета, я вот вылетаю в следующий день в Москву, много людей в плавках, с резанными колотными ранами. Я понимаю, что это из музея, что-то из этой картины, что-то из мертвого тела креста. Вот я прилетаю в Москву, а мне надо было разобраться, меня там ждал просто водитель, мне надо было договориться, успеть спать, включился лимон, и я увидел, сколько времени мы приземлились к земле, и во сколько я уже по тракту стал спускаться. Ну, так просто замесить для себя, так получилось. И пока мы, получая багаж, пока мы ехали по пробкам до Серебряного переулка, и включая первые новости с места событий в Трансфальд-парке, где показывают именно вот эту картину, которую я видел у вас, во сне, где много людей в плавках, в основном в белых, с рыбанами и колотыми ранами, абсолютно вот так, антина, которая была во сне. И по времени совпало именно с тем, обрушение началось, когда наш самолет приземлился, а закончилось, когда я сходил уже по отрабывал, потому что я эту цифру забыл. Такие странные вещи художники встречаются. Еще, сказать, по-куринским тоже очень была странная вещь, когда мы делали выставку Старс, не знаю, вы знаете ее или нет, это выставка, из которой я хотел убежать. У меня самые удачные проекты, то, когда я не хочу ничего делать. Например, меня попросили вручаться в одной выставке, где такая позиция, что мы такие все звезды, а все остальные говно. Мне эта позиция не близка, а я не могу и так не считаю, во-первых, и не могу даже помыслить, что вот так считать. А мои вот коллеги Кулик, Басайский веноградов и АЕС решили сделать во время первой московской бенали такую выставку в Ямалаевском, как раз в Старс, то есть мы вот звезды, а все остальные так себе.